Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас 27 сентября 2020 года. Вот решил показать три сорта сливы. Очень вкусные, поздние. Вот, кстати, румяная зорька. Вот такой вид имеет на 27 сентября. То есть она до этого времени, до начала октября, может висеть на дереве. Ее можно кушать. Я сейчас покажу, какой у них у всех вес. Это у нас румяная зорька. Это у нас желтая фаска. А это у нас Лериен. Лериен в этом году, блин, забыл снять. Поехал обрывать плоды и забыл камеру взять. То покажу вам так ее в тарелке. По этому сорту видео есть. По этому сорту видео есть. Это одни из вкуснейших сортов. На этот период очень сладкие. Этот сорт Лериен очень ароматный. Этот сорт очень сладкий. Этот сорт тоже очень сочный, очень сладкий. Так, ну что, давайте посмотрим сейчас примерно вес этих плодов. Так, вот румяную зорьку я тоже показывал, но все равно. Вот 84, 96. Она уже полностью мягкая, сочная, полностью спелая. 94, потому что ее показывают там вот в начале августа, в конце июля. Этот сорт, он зеленый еще, вкуса не набирает. О, гляньте, какой он должен быть. Вот это вот выспившие плоды. Очень вкусные. Я сейчас разрежу и покажу. Вес в этом году у меня очень хороший. То есть, были самые крупные, 125 грамм, кажется, если не ошибаюсь. Видео я снимал и уже вылаживал на своем канале. Так, это вес у нас румяной зорьки. Давайте посмотрим вес желтой фаски. Она была у меня перегруженная в этом году очень сильно. Я покажу видео, посмотрите, 2020 года урожай. То размер по 130 нету. Но там все облеплено. Там урожайность, конечно, бешеная была. Ну, тоже, вот, средний вес плодов с загрузкой, с очень большой. Я считаю, тоже отличный. 97 грамм, гляньте, какая. Это у нас желтая фаска. Очень сладкий сорт, тоже позднего срока созревания. Может храниться после срыва в подвале, без проблем. Так же самое может храниться и рубик раньше, и румяная зорька. Так, давайте посмотрим теперь лориен. Очень красивая, очень ароматная дипоидная слива. Размер 132 грамма. 120. Очень крупная, очень вкусная. Но мне пока не нравится ее урожайность. То есть, нету много плодов. Там единичные плоды на дереве висят. И деревца такие, они колонавидные идут, не сильно растут хорошо. Вот, в амлоре. Но по вкусу она очень классная. Может лежать тоже в подвале. Размер плодов, ну, видите сами. Так, давайте сейчас попробуем, разрежем. Может быть у меня подвой какой-то не годится именно для этого сорта. Потому что я покупал деревья. Подвой, честно говоря, особо я не знаю какой. Надеюсь, дикая луча, но это такое дело. Может быть, не дикая луча. Давайте разрежем. Мягенький плод. Сорт Уэри Эн. Посмотрим, какая мякоть у него. Капает, е-мое. Плоды сочные. Гляньте, какая мякоть. Это тоже выспившие плоды. Я их снимал, если не ошибаюсь, дней 15 назад. 10-15 дней назад. Снимал и ложил на зазаривание в подвал. Вот такой вот вид у Эри Эна. Такая вот мякоть. Так, давайте сейчас посмотрим на мякоть желтой фаски. Тоже она сочная, уже она пролежала неделю. Вот, тоже очень сочная. Вот такая вот мякоть у желтой фаски. Так, и давайте посмотрим румяную зорьку. Она уже полностью спевшая. Она вообще аж горит такая. Цвет у нее точно румяная зорька. Вот как на зорьке правильно назвали. Она мягенькая и очень сочная. С нее течет все. Гляньте, как переливается мякоть. Такая мякоть у зорьки. Так, давайте сейчас продегустируем вкус каждого сорта. Давайте посмотрим по соку. Вот у нас румяная зорька. Гляньте, сколько сока в ней. Просто можно давить. Давайте попробуем на вкус ее сейчас. Просто мед. Очень сладкая. С таким алычевым ароматом. Очень сладкая. Шкурка, сейчас скажу. Даже в шкурке сейчас особо кислоты нет. Но она вот такая не жуется. Мне она не нравится. Шкурку я выплевываю в этом сорте. Так, давайте попробуем теперь желтую фаску. Посмотрим по соку. Тоже сока очень много. Пробуем на вкус. Тоже очень сладкая, но у румяной зорьки вкус такой вот больше калычевой. А у желтой фаски вот насыщенный сливовый аромат. Очень вкусная. Сладкая шкурка тоже несъедобная. Так, теперь давайте пробовать Oryan. Смотрим сок. Сока тоже хватает. Ну, не до такой степени. Прям не течет такая. Сейчас попробуем на вкус. Тут вообще вкус, вот именно сам аромат. Очень такой насыщенный. Вообще такой сильный-сильный. Я, честно говоря, даже не знаю, на что он похож. И слива, и луча, и еще какие-то фрукты. Очень вкусная. Очень ароматная. И даже вот нюхаешь, когда плоды висят на дереве, вот подносишь, нюхаешь. У нее очень отчетливый, сильный аромат. У этой сливы тоже есть. У румяной зорьки аромата вообще никого не слышу, именно когда нюхаешь ее. Хотя вкус очень хороший. Отличные сорта для позднего срока созревания. Я всем рекомендую. Кто не посадил себе эти сорта, сажайте. Вы явно не прогадаете и не пожалеете. Сорта очень вкусные, очень хорошие. Румяная зорька требует минимум обработок. Желтая фаска требует как минимум. Ну, три обработки по-любому надо, конечно, провести. Желательно. Чтобы добиться вот такого качества плодов. Ларриен тоже. Три-четыре обработки надо провести. Все. И можно получить отличные, шикарные плоды. Хорошего качества. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok